Каждый человек обязан лечить свои духовные болезни. Поэтому Тасауф — это наука, связанная с этими болезнями. Его изучение необходимо, поскольку лечить их необходимо. Уважаемые братья, мы прошлую субботу вместе с вами обсуждали вопрос, касаемый третьей составляющей, или же части, или же основы, или же рук нашей религии, которая называется Аль-Ихсан. То, что наша религия состоит из трех частей, нам рассказал пророк, отвечая на вопросы ангела Джабраила. Это иман, вера, ислам, шариат. И Ихсан — это искренность богослужения, чтобы наше богослужение было таким, как будто мы видим нашего Творца-Создателя, или же он нас видит. И вот это все, все, что входит в эти три категории, три части, три основы религии, о нем сказано в Коране и в Хадисе. Либо прямо, либо косвенно. И наши ученые, наши салифы салих, для того, чтобы эти основы были для нас, для изучения были доступны, были понятливы, они выделили их в три категории наук, которые эти названия наук не имели во время пророка, саллиллаху, ла-яслам, места быть. Во науке, касаемой нашей веры, аль-иман, они выделили так называемый ульм-лакидат, или же ульм-лакалам. И в этой науке есть свои имами, свои мучтаиды, есть книги, которые до нас нашли, и мы, опираясь на эти книги, изучаем нашу акиду, наше верообеждение. Также, эти наши салифы салихи, большие имами, выделили в отдельную категорию знаний наук вопросы фикха, шариата. Наше внешнее богослужение, отношения с людьми, как торговля, как межличностные, семейные и так далее вопросы, это все вопросы, они выделили в науку под названием аль-фикху. И третья основа нашей религии – это ясан, который касается нашей души, потому что искренность, она бывает именно в сердце, в душе человека, а не на его теле. Он его делает не своим телом, а именно своим сердцем. И вот наука, касаемая вопросов, связанных с сердцем, они выделили науку, которую позднее назвали тасавуф. Позднее имеется в виду, когда начали давать имена наукам. То же самое фикхи, то же самое акида, то же самое тасавуф, они появились примерно в одинаковое время. И названия этих наук не имели места быть во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, и они появились позже. Но сама суть этих наук – это все взято из Корана, из хадиса, из высказываний сподвижников, и джима'а. И вот это все оттуда взято. И мы на прошлом уроке говорили об третьей составляющей нашей религии Ихсан, который позднее стал известен как наука тасавуфа. Наука тасавуф – это наука, которая изучает наше сердце. И наука тасавуф состоит из трех частей сам тасавуф. Первое – это знания, необходимые, касаемые болезни сердца, о которых пророк, алейхи вассалям, указал в своих хадисах, как ручбу, самомнение, рья, показуха, нефак, лицемир и так далее. Знать эти болезни – это одна часть, потом знать, как их лечить. Далее – вот эти знания выполнять, следовать этим знаниям, чтобы избавиться от них. И вместо них украшать в своем сердце теми благими качествами, о которых говорил сам же пророк, алейхи вассалям, в своих хадисах. И третье – это результат этого старания. Ибо любое дело имеет свой результат, конечная цель. Конечная цель этих знаний и этих действий – чтобы твое сердце стало чистым, искренним, чтобы в нем был их ляз. Мы обсуждали, в каком формате вести эти лекции. И было мнение, что именно тот материал, который я собирал для своей докторской диссертации, использовал для этого. И с этого и началась наша первая лекция. Но потом все-таки было принято такое мнение, что лучше читать из книги специалистов, которые не только читали книги, не только знали это, но использовали на себя и достигли результатов. Это именно Алими Тасавуфа, это Муршиды Тасавуфа. Их книги лучше будет читать, чтобы было и баракат для нас, и чтобы это было для нас как бы стимулом следовать за ними. И была выбрана книга «Икаду-ль-Химам фишарх-эль-Хикам». Хикам – это книга этой мудрости, эти такие изречения, которые собрал, которые высказал шейх Шазалейского тарифата Ибн Атайля Сакандари. Ибн Атайля Сакандари, Ахмад бин Мухаммад Ибн Атайля Сакандари, он скончался в 709 году по хиджре. Он был ма'зуном, учеником Абул-Аббас Аль-Мурси, который являлся учеником Абул-Хасана Шазали, когда салуу астрарахум. Этот Ахмад Ибн Атайля, он похоронен в Каире, жилующие могут там его посетить. И его хикам, ему эти хикамы оценили, дали высокую оценку все ученые Аль-Хасана Аль-Джамья. То есть они видели в нем огромную глубокую мудрость. Даже говорят, как будто бы он, если бы, говорят, можно было в намазе вместо Курана что-либо другое читать, вот эти хикамы были бы таковыми. Настолько они глубокие смыслом. И ученые Ахлю Сану Аль-Джамья приняли эти хикамы и написали на них очень много комментариев, шурухов. Ибн Аджиба, одним из которых является Икаддуль-Химам Фишархил-Хикам, автором которого является Ибн Аджиба, Ахмад бин Мухаммад Ибн Аджиба. Он скончался в 1262 году. То есть он был где-то, когда я эти книги писал, 200 лет тому назад по хиджре. Ибн Аджиба тоже был вначале алимом, который изучил илму лахир. То есть он был фақихом, он был мухадисом, он был, то есть не был на Тасауфе. Потом с ними встретился, видел те достоинства, которые берут в себя это учение, поступил их путь и стал дальше уже из числа Ахлю Тасауфа. А Ибн Аджиба тоже вначале он говорит, я однажды встретился, он тоже был алим-известный, который был на высоком уровне среди улемау в своей времени. Я, говорит, встретился с одним муридом Абуль Аббас Аль-Мурси, и когда он мне начал говорить про Тасауф, я не принял его. Сказал, кроме тех знаний, которые у меня имеются, и фикхи, и другие, еще какие должны быть знания. Но тем не менее, Акль, мудрый человек, он всегда ищет истину и полезную для себя, он все-таки решил посетить шейха Абуль Аббас Аль-Мурси и послушать, что он говорит. Не просто так взять и оценить, как он сам подумал, да, а посетить, услышать, послушать, поговорить, и потом дать оценку. И он пошел на его маджлис, послушал его, и сразу же понял, что этот человек истинный, и пошел под его наставничество. Был у него муридом 12 лет, и он его сделал своим мазуном. Вот эта книга «Хикхам Ибн Ата-Илля», это Аль-Усану Аль-Джамат, его высоко ценят, и вот Икалу Хеймам Шарх его тоже нашел свое место, очень много людей его оценили, дали высокую оценку, поэтому мы будем наши лекции из этой книги делать, чтобы мы получили баракат этих людей. И он говорит, это Ибн Аджибет, рахмату Аллахи алейхи, он говорит, для этой книги я сделал два предисловия. Первое предисловие, в котором я буду говорить, что такое тассауф, его определение, какую тему он изучает, кто его придумал, его название, откуда берется эта наука, какое решение в шариате по отношению к этой науке, какие вопросы в нем обсуждаются, его достоинства, его место в числе религиозных наук и его, конечно же, результат. Это первое предисловие. Второе предисловие, он говорит, я буду говорить об авторе, Ибн Атайля Сакандари. И теперь, хотя мы чуть-чуть об этом на прошлой экзии тоже говорили, для того, чтобы вспомнить про это и чтобы был баракат этих людей, мы еще раз чуть-чуть пройдемся по этим пунктам. Амма хаддуху, его определение, что такое тассауф. Вот, например, если мы сейчас в наше время хотим знать, вот я в Черкее живу и у нас очень развито садоводство, персиковые наши сады, известные по всему Дагестану, и вот если я захочу знать, как ухаживать за этими деревьями плодоносными, плодоносными, я к кому обращусь? Не к каменщику же, а к агроному. А если я хочу построить дом, я к этому агроному не обращусь, а к каменщику обращусь, мастеру. То же самое принято в научном кругу, мусульманском, чтобы конкретный вопрос рассматривался с точки зрения специалистов по этому вопросу. Например, если этот вопрос касается Эль-Муль-Каляма, именно Мутакалима надо спрашивать. Если это вопрос связан с фикхи, надо у факихов читать. А если это тасавуф, то надо у специалистов о тасавуфе узнавать. Поэтому он говорит, Джунайд, рахматуллаху аляхи, говорит, это Джунайд, он, вся мусульманская умная ее принимает, Хуа ан юмита кальхаку анка ваюхи якабихи. Ан юмита кальхаку, чтобы Аллаху та Аллах тебя умертвил от самого себя, от тебя и оживил его с помощью. Вот чуть-чуть такое, мы же своими словами его будем толковать. Ан юмита кальхаку анка. То есть, чтобы ты перестал видеть самого себя, свои цели, свои какие-то, ну, у тебя не будет никаких целей личных, кроме Аллаху та Аллаху та Аллаху. То есть, ихляс, то, что мы говорили про Ихсан, это ихляс, Аллаху та Аллаху у тебя забирает вот эти твои личные качества, то есть личные цели, и остаются лишь цели довольства Аллаху та Аллаху. Вот это говорит Тасауф. Тасауф, чтобы ты был с Аллахом без никаких связей с людьми. Имеется в виду, у тебя вся надежда на Аллаха, ты только на Него надеешься, ты от людей помощи не ожидаешь от Аллаха, вся помощь тебе от Аллаха. То есть, у тебя связь с людьми была только настолько, насколько это необходимо. А так, ты все видишь исходящим от Аллаху та Аллаху. Аляка связь, только с Аллахом. То есть, опирание на Аллаха, надежда на Аллаха, ожидаешь помощи от Него, обращайся к Нему. Вот это говорит Тасауф. Другие, вот здесь будет сказано, сказано, сказано. Эти люди, здесь он имена не приводит, но эти люди, которые были самые зары Ислама, и о которых весь Исламский уммот, имеется в виду Аль-Ассану Аль-Джама, их считают большими, достойными людьми. Адухулюфикули холюкэн саныин, чтобы ты вступил в каждый высокий нрав, то есть, чтобы у тебя были высокие нравы, чтобы ты себя украсил красивыми, высокими нравами. И чтобы ты вышел из всякой незменности, незменные такие плохие нравы, чтобы ты оставил и перешел все благие высокие нравы. То есть, облагораживание нравов, это является Тасауфом. Эти достойные благородные нравы, которые проявились в благородное время у благородных людей, имеется в виду пророка, салли Аллаху, и его сподвижников, и потом таби'инов. То есть, те нравы, которые были у пророка, салли Аллаху, у его сподвижников, вот это нравы являются Тасауфом. Илля анля тамлика шайан, вала ямлика кашайун, чтобы ты не владел ничем. Некоторые понимают, что это означает, чтобы ты был таким нищим, который живет в фешере. Это не так надо понимать, потому что в других книгах это раскрывается. Анля тамлика шайан, чтобы ты не видел в своем ничего. Потому что Аллаху Таула является хозяином всего сущего. Если ты считаешь, что эта книга твоя, а эта же не твоя, это Аллаха книга, Аллах тебе его дал на пользование. То есть, у тебя не было личное что-либо. Аллаху Таула все тебе дал, от него все идет, и он, если захочет, забирает. И чтобы тобой никто не обладал. То есть, чтобы ты от кого-то ничего не ждал, от них их не дунял, не ожидал, чтобы Аллаху Таула был твоим владыкой и хозяином. Вот это говорит тасауф. Чтобы ты планы не строил, потому что планы, они далеко идущие планы, ты не знаешь, может у тебя последний вздох остался, один вздох. Поэтому ты себе оставляешь таким образом, как от тебя желает Аллаху Таула. Дальше говорит другой, «Атасауфу мабниону аля талаты хисалин». Три качества, говорит, имеют у тасауфа. «Атамасуку били фақры валифтикар». Чтобы ты удержался, ну, чтобы ты удержался фақра, бедности, валифтикара нужды. Это тоже могут некоторые понимать, что ты должен нищим, которые люди тебя содержат, таким быть. Нет. Аль-Фақру, например, нашему пророку, аляхи саляту ассалям, Аллаху Таула дал выбор быть пророком царем или же пророком-рабом. Он что выбрал для себя? Быть пророком-рабом Аллаху Таула. То есть он для себя выбрал быть бедным, фақру, нуждающим Аллаху Субханава Таула. И в тикаре это означает, что ты все время себя чувствуешь нуждающим к милости Аллаху Таула. Ватахағу Кобильбадыль Вал-Итар Чтобы ты, вот у тебя был такой нрав, чтобы ты других предпочитал. То есть эта бадыль означает щедрость. Щедрость украшает человека. Чтобы ты был щедрым, чтобы ты давал, и даже когда ты сам нуждаешься, как я в этом Куране говорит, это качество верующих, они когда даже сами нуждаются, другим дают. Ватарку Тадбири Вал-Ихтияр Чтобы ты планы не строил для себя, потому что планы строят, кто вечно живет, а ты может сегодня и завтра или вот сейчас в данный момент умрешь. Поэтому Тадбир не надо делать. Аллаху Таула тебе даст ризы, и это достаточно. То же самое, чтобы ты из шариата взял именно истинные вещи, и чтобы ты от людей то, что у них в руках, не надеялся, не ждал, от них ничего не просил. Другой говорит, вот братья собираются и Аллаху Таула поминают. Когда ты слышишь поминание Аллаху Таула, ты от этого, то есть это на тебя действует. Где милость Аллаху Таула рассказывается, ты эту милость просишь. Где Аллаху Азаб рассказывается, ты от этого себя защиту просишь. Вот так. И чтобы твои действия были соответствующими сунни пророка салли Аллаху Азаб. Далее. Чтобы ты все время оставался у ворот любимого твоего, оттуда не уходил, даже если тебя прогоняют. Это означает, например, Аллаху Таула нам милость дает, какие-то нейматы дает, мы Ему благодарны, мы Ему любим. А если Он на нас какие-то беды направляет, если мы в беду попадаем, чтобы мы это тоже принимали с благодарностью. Потому что и неймат, и беда от Аллаху Таула, Он захочет дает, захочет забирает. Чтобы ты все время, Он остался для тебя любимым. Сафатул Курби маа кудраты лброди. То есть и рядом, и далеко от Аллаха, чтобы ты был все время чистым. Аль-Джулюсу ма Аллахи биляхамин Находиться с рядом Аллахом, то есть вспоминать Аллаху Таула, чтобы твое сердце было занято и лишь Аллахом, биляхамин, и у тебя не были другие какие-то гумуми, то есть важные вещи. Важные вещи, которые когда бывают, когда человек бывает скован какими-то своими этими проблемами, когда он за дунелом бегает. А если он дунел оставил то, что без отбира, а уповался на Аллаху Таула, и ты все время о нем с ними, тогда у тебя гумуми не будут, проблемы закончатся. Имеется в виду происходящее все ты видишь как будто бы от Аллаха, не как будто бы, а на самом деле от Аллаха исходящим. Ва суфию ас-садику аляматуху истинного суфия есть признаки. Аня в такире баадальгина. Даже если ты богатый, имеется в виду финансово, чтобы ты все время был нуждающим Аллаху Таула, не видит себя богатым, за это богатство не гонялся. Ва юдилля баадаль-изы, имея возможность быть на высоком месте, ты себя считаешь приниженным, униженным им перед Аллаху Таула. Ва яхфа баадаль-шухрати, имея возможность быть известным, ты предпочитаешь быть скрытным. Потому что известности очень много бед. Ва алмату суфии аль-кадыби, а суфия аль-жеца тоже есть признаки. Аня сагния баадаль-какры. Он за богатством бегает. Ва юрид за баадаль-лулли. Он для себя ищет высокое место. Ва яштахира баадаль-хафаи. Чтобы он для себя известность искал, когда он был неизвестным. Куалев Абу-Хамзад аль-Баадади. Мы все должны обращаться к Аллаху Таула, но обращения будут разные. Вот чтобы наше обращение к Аллаху было чистым, вот все высказывания этих суфиев, описывает именно правильное истинное обращение к Аллаху Субханнаху Таула. Но разными формами, разными образами. Вот почему так происходит? Потому что он говорит, это означает, что одному человеку полностью в себе в обрат, это невозможно. Наш пророк, аляхи саляту ассалям, он был обладателем всех благих нравов. А другие, даже пророки, не всеми нравами обладали. Правильно? Борисство ли Утамм Акарима Ля-Халяка говорит Аллаху Таула, Аллаху Таула меня отправил, чтобы я завершил благие нравы. То есть до него они не были завершенными. Даже пророки не имели такие полноценные совершенные нравы, как у нашего пророка Салли Аллаху Аляху Салям. Раз тасавуф эти нравы, раз тасавуф именно облагороживание нравов, невозможно, чтобы один человек, кроме пророка Аллаха, их всеми норовами обладал. Поэтому каждый человек говорит о тех норовах, которые он приобрел. Например, вот если мы 10 человек попробуем на вкус один вид мёда, например, акация, мёд акации, все попробовали 10 человек, и описываем его вкус. У всех же не будет одинаковое описание, правильно? Это же вкус заук. Каждый по-разному чувствует. Но сладкое, да. А какое сладкое? Что такое сладкое? Разное бывает описание. Поэтому тасауф они так описали по-разному, хотя у всех результат возвращается к одной основе. Сидху таваджу илля Аллаху илля Аллаху илля Аллаху, чтобы твой обращение к Аллаху было чистым. Имам Азали для этого такой пример переводит. Вот пример говорит, в зоопарк привели слона, слон. Люди не видели до этого. И они пришли его посмотреть. Либо они все слепи, к примеру, да, либо слон находится в тёмной комнате, где его не видно. И они зашли в эту комнату и начали его ошупать. Слон. Не видно же его, они слепи. Или же комната тёмная. Один ухватился за его хобот, а другой за его ноги, а третий за уши, третий за его тело, да. И потом они описывают. Один говорит, слон, это, говорит, шланг. Такой, как шланг, говорит, у него форма. Потому что он хобот, за хобот охватился. Другой говорит, он как столб, который за его ногу охватился. Другой говорит, как одеяло, который за уши, ухо его схватил. Он говорит, они все правильные, правду говорят, с одной стороны. Потому что они говорят о том, что увидели от слона, что почувствовали от слона. Хотя слон не полностью не такой, он совсем другой. Но каждый говорит о той части слона, до которой он дотронулся. И это является слоном. Хобот тоже слон, нога тоже слон, уши тоже слон, но это не весь слон. То же самое, тасауф, когда говорят разными высказываниями, означает, что они коснулись одной стороны тасауфа. Вот он так говорит. Это означает, что если много высказываний разных, и все они истинные, соответствующие шариату, соответствующие Курану, хадису, высказывания, означает, что полностью одному человеку невозможно себе вобрать все его стороны. Дальше, вот то, что мы только что говорили, вот это наш обращение к Аллаху Та'ала, там есть условие, чтобы он был соответствующим шариату, таким, которым доволен Аллаху Субхану Та'ала, и теми методами, которыми он доволен. То есть, вот человеку нельзя что-либо делать, выходящее из-за рамки шариата, выходящее из категории, чем доволен Аллаху Та'ала, говоря, что он хочет привезти к Аллаху Та'ала. Это нельзя. Поэтому, говорит, говорит, за рук, Ахмад за рук, говорит, поэтому мы обязаны, человек, который хочет достичь какого-то уровня Тасаввуфа обязан следовать Исламу. Без фикхи, без шариатского знания Тасаввуфа не получается. Почему? Потому что, не имея знания фикхи, невозможно узнать его решение. Это можно, чтобы это знать, необходимо изучение фикха, права. без Тасаввуфа фикхи тоже недостаточно, потому что фикхи, например, человек совершает намаз, или же он соблюдает пост, или же выплачивает закат, но намерение нечистое. Намерение ради, там, чтобы говорили, что он очень богубоязвенный человек, набожный, для этого, какие-то цели преследует. Это его, от этого не будет, как это говорится. Потому что деяния, если они не искренне, не неправильные, они не принимаются. Нету Тасаввуфа и фикхи без имана. Без имана ни Тасаввуф, ни фикхи нельзя. Основа этого всего имана, потом идет фикхи, потом идет Тасаввуф. Вот как, человеческое тело без души, какой пользы он имеет? Не имеет пользу. А если душа, можно ли, вот чтобы душа была без нашего тела в этом мире? Невозможно. Потому что он, именно его душа проявляет свои способности, будучи в теле. То есть означает Тасаввуф без фикхи не бывает, потому что это Тасаввуф, а это как тело. А Фикхи без Тасаввуфа тоже как тело без души. Они должны быть одновременно, как мы на прошлой лекции об этом говорили от имама Малика, имама Шафи как То есть необходимо, чтобы ты был на истине объединить себя и Тасаввуф, и Фикхи. То есть некоторые думают, суфи считают, что они освобождены от шариатских предписаний. Это выдумка. Ни один из настоящих суфи никогда ни в каких века не говорил, что суфи Вали освобождается от шариатских предписаний. Не бывает такого. Почему? Потому что самый высокий из людей Аллаху Таалла, из творений Аллаху Таалла, наш пророк Аллахи Саввуф, он не был освобожден от шариатских предписаний. Он совершил намаз намного больше, чем другие. Поэтому Аулияи никогда, истинные Аулияи никогда не говорят и не говорил, нет. Сейчас модно стало какие-то выдумки или где-то кто-то что-то сказал, это приписывает Таасауфу. Таасауф от этого чист, потому что истинные суфи это в своей книге написали, и это все ясно. В общем, как и было у нас на прошлой лекции, Таасауф это означает, чтобы ты исполнял все предписания шариата и посредством этого ты приобрел для себя благие норовы. Благой норов самый высокий из них это чистота искренность твоем богослужении и хляс. Поэтому Таасауф это инструмент с помощью которого человек достигает этой искренности именно путем который указан в шариате ни лево ни право только посередине. Какую тему раскрывает Таасауф то есть что он ищет? То что он ищет это Аллаху Субханного Та'ала познание Аллаху Та'ала он ищет. То есть Таасауф для того то есть цель Таасауфа чтобы му'мин верующий познал своего Создателя тем познанием которое ему Аллаху Та'ала даст по силу которое ему либо посредством каких-то долилев каких-то бурхан человек своим разумом приходит к тому что Аллаху Та'ала есть опираясь на доводы либо как будто бы он своими глазами видит на таком уровне ему раскрывает Аллаху Та'ала познание о себе первое чтобы через посредством долилев посредством каких-то доводов найти Аллаху Та'ала познать его первое что обязаны мусульмане это опознание Аллаху Та'ала что его наличие как будто бы они его своими глазами видят как в хадисе говорится это выражение пророка не что-то именно пророка выражение вот это как будто ты ее видишь это для вас для тех кто достигли этого уровня другие говорят Та'ала изучает наши сердца наши рухи и его сифаты потому что он ищет как очищать сердце от его скверных нравов и как его украсить благими нравами это же самое потому что когда человек очищает свои сердце от незменных качеств от незменных пороков и он украшает себя именно благими нравами он Аллаху Та'ала познает в этом аяте говорится о нуре Аллаху Та'ала который Аллаху Та'ала вселил в сердце раба вот это сердце вот этот нур который он вставляет в сердце раба освещает и показывает ему вот этот марифат как будто он Аллаху Та'ала своими глазами видит то есть получается то что ищет Тасауф это познание Аллаху Та'ала посредством очищения своих сердец это то что нас требует наш шариат потому что потому что если твое сердце нечистое как ты можешь познать Аллаху Та'ала таким образом как будто он тебя видит вот это второе первое вот именно описание Тасуха мы сказали эти все описания не выходят за рамки шариата наоборот это как бы совершенство шариата второе это его тема какую тему он изучает что он ищет ищет он познание Аллаху Та'ала посредством познания своей души очищения от его нравов плохих и украшения его благими нравами вот это для чего нужен Тасауф а это нужно или нет нужно потому что пророк Аллаху Та'ала нам говорил о разных пороках как Ужбу как Аллаху Та'алаху и другие Аллаху Та'алаху эти вещи которые сжигают наши благие деяния от них избавляться необходимо обязательно избавляться надо вот Тасауф для этого они отдельную науку выделили это все из хадисов взятое из хадисов из аятов просто выделили отдельную науку подобно другим наукам составитель этой науки это пророк не Али не Умар не кто-то другой а не Бахудин Бухари не Абу Язбастами а пророк как и фикхи как составителем фикхи является пророк как составителем хадисов является пророк как составителем агиды является пророк то есть это все взято из пророческой из знаний пророческой «Алла маху Аллаху лаху бил ваххи вал Ильхам, Аллаху Таалла этому его научил посредством ваххи и Ильхама, фаназаля Аллахи Джибриль аввалян без шариати». Пророк Аллахи Салатова Салам получил шариат посредством Джабраила, посредством. Аллаху Таалла между собой и пророком сделал посредником Джибриль Аллахи Салатова Салам. Вот это указывает на необходимость учителя. Здесь был бы на прошлой лекции задан вопрос, нельзя ли достичь Ихсана без учителя, без тасавуфа, то есть без буршида. Конечно, мы говорили, что можно, но для нас, например, пророк Салатова Салатова и Джибриль. Аллаху Таалла, чтобы довести до пророка Салатова Салатова свой шариат, между ними посредником сделал Джибриль Аллахи Салатова, то есть учителем. Необходимость учителя проявляется в этом. Джибриль в течение 23 лет был для пророка Салатова и учителем, и наставником, и с кем он советовал, и чей совет он принимал. Вот это был Джибриль Аллахи Салатова Салатова. Хотя Аллаху Таалла мог и без него, без его посредственности, это все вложить, как он делал на самом деле. Потому что он Аллаху Таалла вложил в Куран сердце пророка Салатова на премию сперва, потом через Джибриль, как это говорит в аятах. Есть у пророка Салатова Салатова, в котором говорится, что есть науки, которые он довел до всех, и которые он не довел. Об этом есть от Абу-Гурайта, по-моему, или Абу-Дара. Абу-Гурайта, по-моему, это было. У меня, говорит, есть такие науки, если я их раскрою, они меня заряжут. Говорят, что я из религии вышел. Не все из науки всем предоставляются. Например, Худайфат. Худайфат бин-Ямани. Худайфат бин-Яман. Вот он имел такие знания от пророка Салатова полученные, которые другие не получали. Например, знания о мунафигах, знания о смуте, который был до судного дня. Это не у всех смотрюжников было, у него было. То есть, обособленно у него были такие знания. Первое, об этом начал говорить, об этих знаниях, которые касается сердца. От него его взял Хасан Басри. А его мать, Хайрат, являлась мауляту ль-уми Саламат с заводом Набиа Саламат. Она была невольницей, наложницей жены пророка Саламат Умма Саламат. То есть, этот Хасан Басри родился и жил в доме жены пророка Саламат. Он ее в доме рос. Вырос. Он как бы получается из Зайд бену Саламат. Это пророка Саламат, подвижник. Он сейчас рассказывает, это сельсиля. Как у других наук, например, у хадиса есть свои сельсиля. У хадиса есть ханад. Без ханада хадис не принимают. Или он умеет свои уровни достоверности, исходя из ханада. Если самый высокий санад, это будет сахих, потом будет сахихун ль-гайрихи, потом будет хасанун, хасан ль-гайрихи, лаифун лаифун ль-гайрихи и так далее. Вот так же есть, говорит, этот сельсиля санад именно вот этих знаний, которые пророк Саламат получил от Джибрилля. Вот так он рассказывает сельсиля, от которых вот эти знания дошли до него, до автора этой книги. Он это называет, тасауф это называется сельсиля, сельсиля, цепочка. То есть каждый шейх передает своему ученику эти знания, как это принято во всех науках. Вот в хадисах, шейх хадиса рассказывает хадис и передает его своим ученикам. Шейх по фикхе рассказывает фикхе и передает ученикам. Точно так же тасауф, он не перестает передаваться от учителя к ученику и до наших дней. Название этой науки, там есть четыре, ну мы об этом говорили, там пять-шесть разных мнений об этом, с чего это произошло. Главное, вот самое такое считается мнение кучари, который говорил, что этот тасауф просто как имя, который родители дают своим детям, который не имеет конкретно его происхождение, связанное с этим ребенком. Например, Зайд или Амру. Вот этот Зайд, он с этим Зайдом именем никак не связан, его состояние и так далее. Тоже самое тасауф, такое же имя, которое было дано этой науке их специалистами, этой науке. А появилась эта наука вот в середине второго века по хиджре. Откуда это берется? Это, говорит, берется из Кур'ана, из хадиса. И плюс к этому, К примеру, вот это хикам и ее мудрости, это не прямые слова Кур'ана и хадиса, но они именно отражающие суть Кур'ана и хадиса, то есть именно соответствующие вот этим Курану и хадису высказывания. Потому что Аллаху Таалла дает своему рабу знания, которые у него не были, если он будет исполнять знания, имеющие у него. А когда человек исполняет знания, следует знаниям, которые он не умеет, Аллаху Таалла ему другие знания тоже дает. Когда благородные люди, праведники, следуют своим знаниям, они все лжат Аллаху Таалла, Аллаху Таалла им открывает вот такие знания. А тут, говорит, берется это знание. Из Кур'ана, из хадиса, из Ильхамату и Фатухату Салихину и Арифину. Например, в этом, вот мы в книгах фикхи Тааллаху не находим. Кто читал Ибн Хаджар, Махали, Тамрамали, да, в этих книгах по Тааллаху не написано. Потому что книги фикхи, это для фикхи обособленные книги. Но в книгах Тааллаху некоторые вопросы, ребята, фикхи, ну, приводят, раскрываются. Например, Ихае, имаму Азали, у него целая книга называется «Китабль-Ибадат». Он там про намаз, связывая с Тааллаху, про пост, про закат, про хадж рассказывает. Это все шариатские вопросы, он связывает их с Тааллаху. Вот так они в этой книгах приводят и вопросы фикхи. Потому что мы раньше говорили, без фикхи Тааллаху не бывает. Поэтому, чтобы быть суфьем, необходимо быть и фикхи. Затем, любые, вот, аулияи, любые, вот, ну, некоторые из них были мачдубами. Об этом в книгах написано. Но в основном они были учеными и в фикхе, и в хадисе, и в других науках, и были вместе с этими суфьями. Что говорится о нем шариате? Чем является шариате Тасауф? То есть, он нужен, не нужен, желательный, просто можно делать его. Какой хукм шариата по отношению к этому? Как Аллах Газали, Имам Газали говорит, «Иннаху фарзу айнин». Это обязанность каждого человека. Вот сейчас некоторые скажут, почему фарз? Почему? Для чего он нужен? Потому что, говорит он, ни один из людей, кроме пророков, не защищен от внутренних, сердечных, духовных болезней. А лечить их необходимо. Важно. Каждый человек обязан лечить свои духовные болезни. Поэтому Тасауф, это наука, связанная с этими болезнями, его изучение необходимо, поскольку лечить их необходимо. Санусик говорит, Вот наш нафс, наше эго, подобно, говорит он, как врагу, подобно врагу. Когда наш нафс нас побеждает, берет верх, он делает то, что делают наши враги с нами. То есть, он портит все наше хорошее. Поэтому с ним бороться необходимо. В общем, это его отношение, то есть, его хукм, шариаты. Это обязанность каждого больного, духовно больного человека. Если кто-либо считает, что он духовно здоров, то ему это нет необходимости. А если кто болен, это ему необходимо. Фарзу айн. А он говорит, кроме пророков, никто не застрахован от духовных болезней и недугов. Раз это является фарзу айнам, обязанность каждого верующего, больного этими болезнями. Необходимо, говорит, идти к человеку, который это знает, который эти науки, эти болезни лечит. Если так известный человек есть. То есть, если человек больно этими болезнями, ему необходимо лечиться и найти врача, который это лечит. Необходимо изучить асовов именно от суфиев. Что они говорят, как говорят, и именно вот их айматов. А так, асовы могут быть какие-то высказывания, которые неверно можно истолковать. То же самое оценка сладости меда. Его разными способами могут описывать. И если каждый будет друг другу обвинять, что это неправильно, ты это не так описываешь, чем это приведет. Это его польза, его плоды, которые он принесет, если мы будем по правилам делать соответствующим образом, это чтобы мы очистили сердца, то значит, наши сердца очистятся от плохих нравов и украсятся благими. И это нас приведет к познанию Аллаху Та'аля. Шедрость твоего сердца, чтобы здесь не было у тебя к людям злости, ненависти, и чтобы у тебя было с Аллахом Та'аля и с его творениями самые лучшие отношения. Вот к этому тебе приведет асовов, если ты его будешь соблюдать по правилам. Пусть Аллаху Та'аля делает нас из числа людей, которые увидели свои недостатки, не искали чужие недостатки, увидели свои, старались избавляться от них, нашли для этого лечения, какие пути и лечились, чтобы они пошли в Ахират чистыми, здоровыми, сердцами. Вассаляму алейкум.